Лично я не являюсь курильщиком и все-таки можно, наверное, разделить Россию на две категории условно, если говорить о законе о курении, на курильщиков и людей, которые не курят. Почему-то все время говорят о том, что нарушаются права курильщиков, но мало говорят о том, что нарушаются права тех, кто не курит. И государство, с одной стороны, защищает права тех, кто не курит, а с другой стороны, спасает тех, кто курит, либо тех, кто еще не сильно втянулся в это, либо тех, кто не понимает о серьезности вреда курению. Я к этому закону отношусь позитивно. К сожалению, возможно, он в какой-то степени совсем доработан. Я как профессионал это вижу. Я думаю, что вот эта волна, когда все боялись и боятся сейчас, не курят, и руководство заведений, администрация заведений как-то пока соблюдает этот закон. Я думаю, что в ближайшее время его будут соблюдать не так жестко. Уже сейчас научились обходить этот закон вместо кальянов. Кальяны курят, но они уже называются по-другому. Домовой коктейль. Сейчас продают уже кальяны. Люди курят кальяны, но в меню написано не кальяна, а дымовой коктейль. И вот они эти дымовые коктейли употребляют, и таким образом им кажется, что они обходят этот закон. Если говорить коротко, закон считаю позитивным. Тенденция правильная. Государство должно заботиться о здоровье тех, кто уже курит, и о здоровье тех, кто не курит. И я думаю, что это правильная тенденция.